Луканин тоже является одним из тренеров. Ну и назову уже еще третьего тренера Виталия Данильченко. Его личный рекорд в короткой программе очень-очень скромная цифра. Всего-навсего 36,43 балла. Ну вот то, о чем я говорил. Почти у всех фигуристов в этой первой раздумке двойной аксель. Пока только в активе имеется. Ну вот мы видим, что базовая оценка двойного акселя очень скромная. 3,3. Ну и посчитали, что выполнен на ноль, что называется. То есть ни плюсов, ни минусов у него нет. Я так понимаю, что тренеры-фигуристы поставили с одной стороны, может быть, простую, но с другой стороны, естественно, тоже сложную для него задачу. Просто чисто откатать свою короткую программу. Для этого в первую очередь нужно прыжковые элементы исполнить. Без ошибок. В частности, тройной луз, который нам сейчас предстоит увидеть. Саши Клин на выезде. Исполнил был прыжок. Не очень чисто выполнен был и каскад. Тройной флип, двойной Риттбергер. Тройной флипп АПЛОДИСМЕНТЫ Напомню, что, кроме всего прочего, я уже говорил, что 30 участников в короткой программе. Многие фигуристы решают задачу попадания в следующий этап, то есть в произвольную программу. Для этого нужно попасть в число 24 по результатам короткой программы, то есть 6 участников, если называется, пролетают. Пролетают мимо произвольной программы. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, мама, я тебе очень люблю. Спасибо, что снега привал. АПЛОДИСМЕНТЫ Понятно, что Ларри из семьи эмигрантов, вы слышали, что он абсолютно чисто говорит по-русски. АПЛОДИСМЕНТЫ Оценка 51,01 балла. Техника где-то в районе 28. За компоненты 23 балла. Ну, это в районе 4,5.